Музыка 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 Продолжаем У нас ничего в бочках нет? Гим Третий гим Электрический Третья Музыка 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 Это типа всё я прохожу По типу там звездочки Я ждал тебя Лейтенант Сирдж Мастер левтических покемонов Музыка 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 Ну что ж хорошо Раз окружился я барьерами Будем взламывать барьеры Пытаться добраться Моряк Дуэйн Магнимайт Я наверное думаю что В этом гиме Будет наиболее полезен Именно Иви Нам С огненной атакой Придут Магнимайт 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 Проходил Да 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 Молодец Никто не сомневался Не Есть такое дело Лепенбельчик Прости Переставляем Иви Пока что На битву А Лепенбелл так со мной и будет крутиться Да Ну хорошо В армии лейтенант Серж Думаю Непосредством командиром Как он Молодой был командиром Что не понимаю Может наоборот Ты был его командиром Ну не знаю короче Так 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 Ой да ничего страшного Подумаешь Паралич Ультразелья Неожиданно Бездор Так Вильтразель Knif Отмешал Например все можем идти дальше хп у него достаточно в принципе пока можно не хилять его ты кто с рупором я довольно неплохо знаком с электричеством поэтому и присоединился не знаю кто сердце но помню только что у него точно и страйчу прям отлично помню вот ребят смотрите для сравнения 3 гимн тут уже 22 уровень покемон хардгол который я играл на седьмом восьмом гимн и мне попадали покемоны 22 26 уровня до 30 какая разница честно скажу то игра мне не понравилось регион жопа мне понравился мне понравилось там только одно во всем этом музыка музыка в регионе прям музыка да очень понравилось давайте подлечим пузырьками ооо тоже звезда падет да а че он такой крепкий этот ноутон наверное все таки вес недостаточно силен вообще его можно не использовать в боях я видел его можно из команды вытащить его нельзя просто отпустить вот а то есть команды его можно убрать и например в команду набрать других покемонов вот так скажу ну ладно давай дадим себе зелени хочу чтоб он ранен выступал так бочки да вот тут тут найти надо переключатели сколько я помню так а тут по дурно еще один переключатель нажать его нажать повезло рандом пошли вот он давайте сейв у него два покебола два покемона будет использовать смирно добро пожаловать на штадион вермиллиона посмотрите кто у нас тут крошечный партизенок ха довольно то у тебя крепкие стальные нервы разбросаешь вызов битву покемонов война я тебе пришлющу на штуковой ты будешь просить пощаду от шока не нахуй да нет у него не два у него три итак третий гим смотрим уровень двадцать пятый у него двадцать пятый уровень волторп и это волторп его рачу скорее всего будет выше то есть вот посмотрите насколько в сравнении убогий этот херст голд оказался если там на седьмом или восьмом значке 25-26 уровня это насколько странно мягко говоря и глупо я до сих пор так и не понял зачем так сделано непонятно мне сколько я там бегал играл я не понял почему такое ублюдение да и намучился я помню с тем ромом то он зависал то выкидывало блин то черный экран то баги с графикой в общем никогда больше в него не буду играть а потом в итоге еще и баг с сохранением произошел после которого у меня один значок и короче не знаю часа два два с половиной геймплея просто в никуда ушло поломка сохранения или я не знаю как это объяснить короче я показывал это но в то дерьмо я больше играть не буду никогда музыку послушать можно саундтрек найти на ютубе но это не более того по максимуму так подлечимся чуть-чуть на нем а тоже в наших кат-уровин отнимается вот так вот кантов тоже в разы лучше хуже мне нравится намного больше рачо выбирает да так ну тут можно в принципе попробовать и пенбелла выбрать вот он рачо 26 уровень пожалуйста ух какой невыносливый хорошо вот так здесь давай крик блин он выдержал опять я не понял почему он его не лечит раньше почему какой-то старик гиперзелье дал это что а этот лейтенант серч не дал ни одной банки ну странно ну забирай значок грома ну в принципе довольно таки легко было из-за Иви потому что у него куча атак сумасшедших я вот думаю может его вообще не использовать в битвах ну пусть на голове катается как бы да ну в боях хотя он довольно таки слабый по статам все таки не ладно пусть будет фиксинг а а да да сохранятся вон появилось лицо лейтенанта серджио со значочком золотым электричеством все теперь можно слева идти ээээ а там мистик что то стоит в центре что это она тут хочет так лечила потемонов и пещера диглетов нет я знаю где она отказываюсь да от предложения я туда собственно и направляюсь длинный туннель с диглетами да 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 прекрасно я его помню вот они маленькие диглеты я думаю если будет попадаться развитая форма диглета можно попробовать напасть посмотреть по опыту как что будет если будет хорошо опыту можно будет половить их покачаться вот эта вот система которая показывает да где покемоны ходят потом она появилась по моему покемон щит меч это просто идеально вот то есть то что одно из лучших что придумали вообще во франшизе про покемонов это вот эти вот блуждания диких покемонов ты их видишь то есть это как бы реалистично да кто что там они вот эти по траве бегание постоянно нападет на тебя кто-то не нападет на тебя кто-то будет там нужно не будет нужно это все настолько рандомно а я рандом не люблю ну что тропа 2 тут у нас что ну что тут понятно офигительная просто так фокус так фокус так а что за фокус то что то я не помню такого что там у него так вот и ты тогда давай сразу к делу у меня есть хоть что то интересное секретный прием сияние не флеш или не вспышка но он уже выучил про полку да выучил вот так профессорок упоминал что твои особенный а ну я от него как избавлюсь он он видите он один учит все вот эти вот приемы хм атаки так скажем он типа фурата который у меня был вот но только по мобильнее в плане приемов то есть он может и подамажить и в то же время хм атаки знать за рулина добраться вот за рулина мне прям очень интересен подожди нет или как это может на c другой какой-то город есть еще или на s в общем мне супермаркет помощник профессора оука научил сияние что иви вместо тебя его выучил а как я бы его выучил это почему он просто невероятен у тебя пикачо особенно не так ли проводить тебя не я сам иди да я разберусь иди гуляй уже камень на туннель я сам все найду мы походим пока походим здесь еще так пусто вот только пусто дальше бежим тут у нас что а приема а ты кто о значит очки силы а вау сила я думал она какие-то очки силы мне даст это что это такое было бы а каменный лист каменный лист каменный лист ребят а вот и все пожалуйста особый камень помогающий некоторым пакетом эволюционирует имеет узор с листом все он просто лежал на дороге все випенбельщик как и обещал в этой нормальной игрушке у тебя будет третья форма не надо для этого проходить элитную четверку ебланить так скажем вообще такой по моему ощущению недоразвитый регион этот джота сильно ущемляющий игрокам этого ты не можешь получить этого ты не можешь обменять этих ты не можешь развить опыта сгультино с уровнем маленьких не знаю минусы одни как по мне плюс только у меня один я уже говорил это музыкальное оформление сделано чудесно прекрасно просто очень хорошо приятно все там слушать было музыкальная композиция в это время я имею ввиду возможно если бы сделали ремастер ну нормальный ремастер наподобие вот такого я может быть поиграл бы тоже на свитч чтоб он вышел вот с нормальной элитной четверкой с нормальными магазинами со всем то есть все то же самое только улучшенное так должно быть наверное поиграл бы да так хотели проводить нефцирулей мы сейчас сами доберемся я просто хочу побегать посмотреть где еще деревья можно срезать жаль тут не дают опыта приемник или как он там называется нет как эта штука называется передатчик который можно юзать ну посражался с тренерами да потом вернулся на маршрут использовал его и передатчик покажет кто еще хочет сразиться прямо вот это вот отличнейшая вещь которую тоже придумывали одна один из лучших предметов воистину пока бежим кофе выпьем налил с утра записываю серию как время у меня появляется так я его записываю удобно чтобы записать было так а собственно а что абру я ловил за кадром бегал вот тут можно срезать да ну вот что мне в царулине сейчас сделать я уже тут все оббежал поэтому мы сейчас идем так 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 и вот сюда сворачиваем все тропа 9 именно так я думаю да если будет возможность я буду по часу вообще эти серии делать потому что во первых мне игра очень нравится интересно в ней играть во вторых ты тупо за полчаса тут особо ничего не сделаешь хотя бы ну ну 40 минут вот так в этот формат если я например играю в какие-нибудь гонки да ты там можешь за это время пройти кучу гонок да за 30 ну прям очень много тут ты можешь поздравить другому городу сбегать и пару раз сразиться и все за это время уху молодец 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 уху даже не знаю кого блин еще поймать ну хотел бы я какую-нибудь окаменелость но у меня есть каменный ну что-то там каменный винт или как это называется он но это надо еще блин дойти до этого момента постер там я забыл называется давно на котором лаборатория по это ой ой блядь ого эффективно сильно ударил его кстати очень очень я ждал перевод покемон black white на русский язык мне тоже очень нравится регион юнова но давно 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 я на канале записывал покемон black или white 2 я не помню проходил ну и вот надеюсь что когда так все таки переведут его на русском языке уже поиграем ну вот регионы мне нравится вот канта естественно нравится синна очень нравится хоэл ну так себе него не особо джота вообще не понравился очень нравится юнова кавос не понравился 6 поколение очень понравились алольские острова ну и регион где покемон щит и меч не особо тоже понравился не спрашивайте почему не знаю я в ответ на этот вопрос просто вот почему то почему потому что вот вот жуколов корнер мелкий с паросом да вот парос тоже прикольно мне он нравится визуально сделан и развитая форма очень классно сделали с двумя грибками такой симпатичный ну что это такое это жук травяной по мне ужасное сочетание типов невероятное количество слабости просто имеет чуть ли не все подряд его бьет супер эффективно так по верху если мы пойдем туда выйдем а здесь просто тренер стоял просто тренер стоял тем более тут есть алола форма но как я его буду развивать без обмена чтобы его развить нужен обмен ну трейд с живым игроком на сети тут конечно в эмуляторе есть мультиплеер добавили уже но я пока не заходил не пробовал и да и у меня кто с кем меня вот смотрите попадаются на локации у тренеров покемоны у уровней 22 23 это вполне вполне отличный уровень для 3 вполне приемлемо на какие мне там джота попадались 17 16 уровня нифига и нету просто сразились и все немного опыта до 3 грейнбола вон еще там кучку кучкуется 1 2 2 потом каменную кинельку это я хочу в лавендер попасть в лавендер это что такое а что такое это город что такое сенсор сенсор он выносливо выносливый с по уровне думать думать надо кого взять уклоняется да это атака песком чертова это не бешенство это не бешенство это как называется гипер укус по моему гипер фанк даже нет или гипер плык переводится никакой не укус укус это байт гипер фанк да есть атака фэнк гипер фэнк это гипер кукус гипер вернее 90 здоровья надо фармить надо фармить 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 эти самые леденцы почитаем у покемонга табас кто на этом маршруте попадается имеет ли смысл фармить потом за кадром так это легкое будет бой я думаю зато уровень тем более подкоп ну что что точно удивля это круто так это скорость невероятно быстро воистину фиро давай поменяем лучше все таки пускай выйдет у меня пока больше некого брать клафери качается так вот шоковый разряд давай пошел worst лай хорошо хороший опыт заферу Много покеболов попадается на пути, именно обыкновенных. Суперзелья никогда не бывает лишним. Ну, с другой стороны, правильно, ребят, как понять хорошая игра, например, да, будет, или херово, пока ты в нее не поиграешь. Да никак. Тебе могут про нее что угодно рассказывать, какая она прекрасная, но ты сыграешь лично в нее, и тебе именно по вкусу она не придется. Поэтому, как говорится, поговорка, о вкусах не спорят, на вкус и цвет товарища нет, и так далее. Мне, например, Джота вообще не понравился, кто-то наоборот скажет, что это офигенный регион, но я больше всего его люблю. Обожаю. Вот так, это будет всегда, хорошо ударил, удар каратэ неэффективный, манки, о может, нет стоп, бойца можно, в принципе, взять. Тут же есть, Канто, бойцы, хитманчан, такие вот, вот так, от такого бы я не отказался от хитманчана. Да, воистину, надо только его найти для начала. Вот, точно, вот хитманчан, да. Только теперь надо отыскать, где его взять, и характер надо, чтобы он был правильный. Ну, я бы рассмотрел манчану. Ну, например, скорость плюс, специально атака минус. Либо атака плюс, специально атака минус. Клофейри 24, он хочет особенность удар телом, давай, почему не надо. Пиджиота, иди клофейри, на полном серьезе, занимайся. Пиджиота, твой, пора тебе тоже лепту внести свою. Начнем с грозовой волны. Ну, все, поехали. А, у него слабый дамаг будет, в целом, но критические удары, я думаю, так сильно отнял. Слабый урон, да, у него будет, но что, у него будут статусные атаки, и он будет крепкий. Насест, восстанавливает здоровье, да, вот сволочь такая. А ну-ка, давайте проверим уменьшение. Быстрая атака. Очень мало он отнял. Поворот повысился, да, уклонение. А, быстро атаку хотел сделать, паралич не дал он. Все, мой клоферий непобедимый. Ха, никакого насеста, чувак, никакого насеста. Вот так-то. У клоферий группа опыта небольшая. Я смотрел, там вторая, по-моему, даже. Что очень неплохо. Так, зачем я сюда спрыгнул? Да, тупанул. Стоп. Подожди. Мне же дал лейтенант Сэрдж вот удар молнии. Клоферий может выучить удар молнии. Давай ему дадим. Или нет? Да нет, не будем тратить. Зачем? Уиви, если что, есть электрическая атака. Вообще, конечно, тенденция мне не нравится одного покемона использовать как универсального какого-то, да, вот так вот. Недаранчики маленькие. А, нет, не только. О! Стой. Давай посмотрим, что за неё дадут. Нифига себе. Фиро полноценное. Не попал. А что-то ещё выше, что ли, поднимало? Вот так. Угу. Попалась. Леденец скорости. 198 опыта. Опять эта скорость. Ну, не нужна мне она так особа. Довольно древний покемон. В данном случае опасности поднимать высоко в небо и улетает прочь мгновенно. А, да, что вы говорите. Давайте посмотрим на него. На фиро. В принципе, птичка мне нравится. Ну, заранее отпущу из команды. Специальная атака плюс, атака ми... О, нет. Извиняю, фиро. Это, конечно, не про твою душу, так скажем. Поэтому профессору леденец скорости опять. Да, значит, фиро мы фармить не будем. Леденцы скорости, как и за пиджа. Не, ну, конечно, они нужны леденцы скорости. Да, но... Нидаран вот этот вот большой стоит. Может его попробовать? Поймать, попытаться. Где он? Вот он. Здесь можно поймать... Найти магмара. Можно найти её... Электобаза. Я вот думал, просто... Эту парочку себе взять. Нет? А что не поймал, что Нидаранчик? А что не поймал, что Нидаранчик? Кабенец, он не ловится. Так, Нидаран поймал. Леденец силы и Нанаб фрукт. О! Вот это вот неплохо. Леденец силы пригодится, потому что когда я найду себе хитманчана, он у меня эти все леденцы сожрёт. Смотрите кто. Крыска, давайте посмотрим. Всё, последний и идём дальше. Ну, удачи. Прям сразу попался. Леденец скорости. Снова скорость. Ух, опыт от 428. Вот так-то. Можно с приманками тут ловить. То есть будет больше покемонов роиться, да, бегать. И будет больше шанс, что будут лазить мелкие и большие покемоны. Я имею ввиду по размеру. И за них, естественно, идёт больше опыта, когда ты их ловишь. Если бы не было у меня ядовитого покемона, я бы, наверное, Нидарана рассмотрел. Почему бы и нет. Но у меня виппинг было есть. Крыску посмотрим. Леденец сил, отлично, отлично. Так. А, хотя, что смотреть. Леденец скорости. Так, каменный туннель, да, или как он там называется. А, нет, 100p. Бой. Мегабой. Хм. Мегабой. Поехали, кто там у него. Дамочка очень эффектная. Так, разгрызание, это кранч, тоже опасная драка, потому что может еще и защиту снизить. Ну и все, да я бы с теми справился в принципе, почему бы и нет. Сильно видено покемон Ларе Лей, залить на четверке, может в ней вас заморозить. Мы сдаемся. Увидимся, да не сомневайся. Как можно отказать? Так, что у нас тут? О, я опытный тренер, куда сильнее обычных тренеров. Готовишься к настоящему испытанию? А, я думал тут и это, сразимся. А, я продал самородок и получил из него 5000. Говорят, в олендере звелся призрак. Сейчас только об этом и речь. Хорошо. Так, а в карта что получается нету больше призраков, кроме Гастли, Генгара. Ну вот этой ветки эволюции, я имею ввиду. Гастли там, Генгар, Хантер, Хантер. Не могу просто вспомнить, по-моему и нету, да? Турист Вэнс. И вижу его. Так, ну я думаю сейчас с этими посражаемся и... В следующей серии будем изучать уже пещеру эту, каменную. Опять это такая песком, это проклятая. Сайдар. О, ну тут прям... Как говорится, сам Бог велел, прежде чем листом его ударить. Сайдар тоже, конечно, интересен. Очень классный голдок. Развитая его форма. Хороший тотал имеет. Неплохой. Чистый водный тип и баланс самих статов хороший. Так. Каменный тоннель довольно опасное место. Не хочешь сначала потренироваться? Почему нет? Очень хочу. Наставник Таши. Поливирую у нее. Шикарно. Марширует руками уже. 25 уровень. Одна. Неплохо. Пробивающий удар какой-то. Так. Хоть бы он не гипнозировал. Давай шикарно сделаем, наверное, разок. Чудо более эффективно дамажить. Пробивной удар. Но это совсем какой-то. Глупо. Ну, смотрите. Поливирую. Водяные атаки неэффективные. Боевые тоже. На викендовах. Праймэф. Круто, круто. 26 уровень. Блин. Это опасно. Он хоть неэффективный, но он для этого неэффективный. Да. Оно режет шелист. Упаваем на крит. Посмотрим. Блин. Он пробивает их сильно, а вот сволочь. Если я выберу Иви, он просто ваншот. Вот и все. Вот Клофейли, кстати, может быть зашел бы здесь. Но. Сделаем вот так. Пробуем. По голове от этого. От Поливирлаши получилось. Ах. Ее критический удар. Сука какая. Давай добьем его. Больше он. Он кританул снова. Везет. Ну так. Неэффективными атаками почти разбил. Ну так. Получилось, что эта битва кое-чему нас неэффективная. Получилось. Вот. Держи. Спасибо за урок. Проверной удар. Технодиск номер 13. Оно способно пробиться. А. Это брик-брейк что ли? Сейчас посмотрю. Это ж оно. По идее. Может выучить и Клофейли. Кстати. Быстрая атака способна пробиться. Да. Это оно. Это брик-брейк. Хорошая атака. Точно 75. О. Там что-то лежит. Вернее точно соточка. Дамаг 75. Ее разбивают. Эти экраны. Всякие барьеры. Весьма применимая атака. Пусть пока будет. Появится. Хитманчан. Обязательному дому. Эту атаку. Вот. В следующей серии попремся в этот горный туннель. Или как он называется. И будем его изучать. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.